Рыбновский район Рязанской области. Буквально в 2-3 километрах от села Алешня на 16 гектарах земли раскинулся полигон твердых бытовых отходов. Его работа уже не первый год беспокоит жителей близлежащих населенных пунктов. Неприятные запахи, возгорания, которые нередко случаются на территории свалки. И самое главное, информация о том, что складируют тут не только бытовые, но и жидкие химические, а также другие опасные отходы. У нас есть такая информация. Я не буду сейчас называть данную фамилию этого человека. Он просил как бы именно этого не делать, так как он переживает, боится за свое, наверное, здоровье, за свою жизнь, потому что неоднократно ему были угрозы со стороны собственников данного полигона. И он как бы отказался давать интервью по этому поводу. Это бывший сотрудник данного полигона, который работал на этом полигоне. И он нам предоставил информацию. Информация очень достоверная по именно складированию на данном полигоне жидких химических веществ. Вещества с Коломенского аккумуляторного завода, а именно, то есть шлак и отходы от аккумуляторного производства, то есть свинец и так далее. Также на данном полигоне, опять же, из его информации, на данном полигоне складировались умершие животные. Чтобы не быть голословными, местные жители предоставили нам диск с фото и видеоматериалами, которые сделал работник полигона. Это вот там, вдалеке, с левой стороны. Все это скот-могильник. Это вот в левой стороне. Вот поворачиваюсь вправо. Вот там, в этой стороне, где дрова, за дровами, там складывали химикаты. Точно не знаю, какие, но химикатов много. Эти материалы уже были направлены в соответствующие инстанции. И вот сегодня последовала реакция на них. Так что привычную работу сотрудникам полигона пришлось приостановить и впустить на территорию свалки представителей природоохранной прокуратуры, Роспотреб и Росприроднадзоров, а также судебных приставов. Нам, как представителям прессы, препятствовать не стали и пропустили на территорию полигона. А вот возмущенных местных жителей силой выпроводили вон. Автомобильные покрышки, тары испыта автомобильных же масел, а также пищевые отходы, складирование которых здесь запрещено по решению суда. Насколько законна деятельность полигона твердых бытовых отходов в Рыбновском районе, на этот вопрос должны ответить представители контролирующих органов. В любом случае, сегодня проверке был дан старт, но делать какие-либо выводы до проведения соответствующих исследований ни один из надзорных органов не берется. В предохранной прокуратуре во взаимодействии с транспортной прокуратурой и с приглашением специалистов Росприроднадзора и Роспотребнадзора проведена проверка. Были отобраны пробы отходов для проведения биотестирования, определения класса опасности и его морфологического состава. Запрошены документы, регламентирующие порядок захоронения отходов и эксплуатации данного объекта. После получения заключений специалистов и анализа представленных документов будут сделаны выводы и приняты соответствующие меры прокурорского регирования в случае их необходимости. Хотя определенные нарушения видны и невооруженным взглядом, но, например, наличие пищевых отходов. Именно этот факт в данном случае интересовал представителей судебных приставов, в чьем производстве находится исполнительный документ, в соответствии с которым ООО «Эко» запрещено складировать и утилизировать пищевые, а также жидкие отходы. Директору организации вручено требование, в соответствии с которым в пятидневный срок он должен исполнить решение суда. То есть 14 мая на полигоне твердых бытовых отходов пищевых отходов складироваться не должно. В случае неисполнения решения суда руководители полигона ждет административное, а возможно и уголовное наказание. Запрет складирования здесь именно пищевых отходов объясняется просто. При наличии таковых увеличивается количество птиц, что представляет реальную угрозу. Ведь буквально в нескольких километрах отсюда располагается Дягилевский аэродром. Сотрудниками данного аэродрома, непосредственно руководитель полетов присутствовал в судебном заседании, он предоставлял статистику за протяжение, по-моему, в течение шести месяцев попадание крупных птиц, таких как именно вороны, врачи, попадали в двигателя самолетов и как бы наносили существенный ущерб, я так понимаю, нашему бюджету, бюджету нашего государства, так как ремонт двигателей очень дорогостоящий. Однако справедливости ради стоит заметить, что птиц на территории полигона, по крайней мере, сейчас отпугивают. Для этого здесь установлены пугало, а также биоакустические устройства, имитирующие крики птиц, которые предупреждают об опасности. Кстати, директор ООО «ЭКО», в чьей аренде и находятся земли, использующиеся под полигон, от камеры не скрывался и согласился дать нам комментарий. У нас установлена санитарно-защитная зона, у нас пробленно-смотровые скважины, у нас разработана программа по мониторингу. Мы каждые три месяца сдаем на анализы воду, почву, не только с территории полигона, но и за территорией полигона. Причем приезжают сами у нас, забирается анапидемстанция, что мы только присутствуем. У нас все анализы есть, мы можем вам даже документально все это предоставить. Причем это все платно, и мы за все это платим, только чтобы не было никаких разговоров, что мы здесь что-то делаем незаконное. Что ж, в этом конфликте, как и в любом другом, две стороны. С точки зрения каждой мы изложили, а уж насколько законна та деятельность, которую на сегодняшний день осуществляет полигон в Рыбновском районе, будут решать контролирующие органы. В любом случае, первые нарушения были выявлены при сегодняшнем осмотре, что будет дальше, покажут лабораторные исследования. О результатах проверки в наших следующих материалах. Ирина Ковалева, Олег Парамзин, телекомпания «Город».